Всем привет! Это мой пятничный обзор политизированной благосферы. Пять дней и пять новостей, которые не прошли незамеченные. Неделя началась с ожесточенных споров блогеров по поводу того, стоило ли объявлять национальный траур по погибшим в авиакатастрофе президента Польши под Смоленском. Масло в огонь подливали все. И те, кто вспоминал, мягко говоря, не совсем про российскую политику Кочинского, и те, кто ничего не слышал, по-видимому, об этой политике, и поэтому вспоминал про день космонавтики. В итоге, как мне, по крайней мере, показалось, победил все-таки здравый смысл и человечность, что ли. Потому что можно по-разному относиться к Кочинскому, к его персоне и к политике правительства Польши, но радоваться, когда в дом соседа пришло горе, радоваться смерти, радоваться трагедии, это как-то не по-нашему, не по-русски. Поэтому в понедельник мы скорбили вместе с поляками о тех, чьи жизни оборвались под Смоленском. А вот кто повеселил на этой неделе, так это сатирик Задорнов, которому американские власти закрыли визу для въезда на территорию США. В связи с этим Задорнов написал в своем журнале пост, из которого следовало, что «ну тупые, в общем, не такие уж и тупые». А главный упор был сделан на то, что в России, например, все еще хуже. Блогеры, которым, видимо, американская виза нужна гораздо меньше, чем сатирику Задорнову, начали, в свою очередь, в своих дневниках обсуждать это. И главным вопросом было, зачтется ли сатирику такой прогиб, и дадут ли ему в итоге визу. Одни говорили, что визу ему все равно не дадут. Вторые настаивали на том, что визу-то, может быть, и дадут, а вот за грандпаспорт теперь вряд ли. А третьи писали, что если визу все-таки выдадут, то тогда точно тупые. Синие ведерки вышли на тропу войны с мигалками. Началось все с видео водителя, который, повесив себе на крышу пластмассовое ведро, прикрепил его скотчем, и, когда его попытался оштрафовать сотрудник госавтоинспекции, заявил ему, что это его личный багаж, и возить на своей крыше он может все, что угодно. Дальше пошло-поехало. Герой следующего ролика и очередной водитель прикрепил на своей крыше два шарика, синий и красный, и точно так же не был оштрафован инспектором ГИБДД. Просто не за что было. На волне всей этой движухи в интернете начало формироваться целое общество синих ведерок. Рынок отреагировал незамедлительно. В интернет-супермаркетах появились специальные предложения для адептов этого нового общества. Например, комплект. Синяя ведерка, синяя цветная бумага и скотч для крепления всего этого богатства на крышу всего за 590 рублей. Отреагировали и чиновники. Юлия Лужков, например, заявила о том, что на всю страну хватит и трех мигалок. Одну президенту, одну премьеру и одну... Нет, не мэру Москвы, а патриарху. Спикер Софеда Сергей Миронов пошел еще дальше и заявил, что патриарх без мигалки обойдется, а хватит всего двух спецсигналов. Одну президенту и одну премьеру. Блогеры в связи с этим гадают, кто будет следующий и кто скажет, что нам нужно еще меньше мигалок. А сотрудников ГИБДД тем временем принуждают учить правила дорожного движения. И не только учить, но и о ужас еще и соблюдать. Орудием принуждения служит обычная видеокамера. Все началось в Пскове, когда жители этого города под прицелом личной видеокамеры, именно они в данном случае служат главным оружием принуждения, заставил сотрудников ГИБДД убрать служебный автомобиль сначала с пешеходного перехода, а потом и с подзнака, запрещающего остановку и стоянку. Суровые челябинские пешеходы пошли еще дальше. И едва не заставили одного инспектора оштрафовать другого за аналогичное нарушение, тот запарковал свою машину на тротуаре, а потом еще и проехался по нему. Судя по всему, гражданское общество на этом не успокоится. А значит, эти ролики не последние. После заявления Владимира Путина на прошлой неделе о том, что некоторые регионы не в состоянии контролировать цены даже на жизненно важные лекарства, и о том, что аптеки шалят и вешают списки этих лекарств под самый потолок, в интернете появились многочисленные ролики о том, как же в аптеках обстоит ситуация на самом деле. И выяснилось, что на самом деле все еще хуже. И вешают они их не под потолок, а прячут чаще всего под прилавок, под надежную охрану аптекаря. А еще бывают случаи, когда этот список просто находится, например, у заведующей или у директора аптечного пункта, откуда его удается достать только после большого скандала. И незамекительная реакция блогера Медведева, который в своем видеоблоге заявил, что теперь с ценами на лекарства можно будет ознакомиться на специальном сайте. А Владимир Путин сказал, что к проверкам цен на жизненно важные лекарственные препараты он будет подключать прокуратуру. А те аптеки, которые не будут выполнять рекомендации, могут и вовсе лишиться лицензиями. Так что работает гражданское общество. Работает. На этом у меня все. Всем счастливо. До следующей пятницы.